Добрый вечер, сейчас немножечко сделаю Хочу сегодня немножко поговорить о миссионерской поездке и чуть-чуть дать учение Вижу, уже подключаются люди Был уже в Новосибирске, сейчас нахожусь в Москве Ребята сняли зал уже на три недели В воскресенье там по ссылочкам в фейсбуке, в контактах Есть, где мы будем проводить служение Поэтому если ваши знакомые, кто есть и хочет прослушать чистые Евангелия Пусть приходят, пишут в контактах, в мессенджерах Будем давать ответы И хотелось бы немножечко, как апостол Павел И все учили, как они туда приплыли, какие были божественные встречи Немножко поговорить Был в Новосибирске И в Новосибирске, когда приехал, встретился с нашими верующими ребятами Которые уехали, походили они по разным церквям Говорит, пастор, если честно, просто не хватало чисто прославления Но когда начинали служить слово То по разным церквям, в одних церквях пытаются все время привести тебя в покаяние, в грехах А в другое там постоянно только о деньгах учат И всегда домой приходили, включали перископ, включали ютуб и слушали слово Божие И теперь наши ребята объединились там и уже создадут ячейку Ячейку, где будут слушать слово и сопроводить форум в воскресенье Очень сильно обрадовались то, что наши ребята стали проводить служение Вместе с прославлениями, стихами Будто сразу домой попали Так же вот и писала Света Ногинская с Андреем с Израилем Как соскучились по прославлению, по атмосфере И поэтому, конечно, это не вызвало восторга у прославленцев Потому что, как говорится, 8 стран мира везде будут постоянно смотреть И это, конечно, для них определенно создает сложности Но они молодцы Они смогут сделать просто всегда Как говорится, поднимая высокий уровень И надо всегда молиться, чтобы был и стандарт, и духовная атмосфера Соответственно, с посланием Потому что и музыка, и послание должны достигать только одной конкретной цели, божественной Также у меня была встреча с одним пастором Давним другом, которому я уже на протяжении двух лет рассказывал благую весть И тут он как бы пригласил послужить церкви И в итоге, в принципе, сказал, я тоже хочу учиться Возрастать в этом Двигаться в одном течении, в одной команде На евангелизации всего мира Служил у него, поэтому У нас появились еще ученики Ну, как бы, друзья Ученики Христа Которые готовы развиваться в благой вести И что я увидел Даже когда я служил в этой церкви После служения ко мне подошла одна женщина Хотела сказать, хочу сказать вам свидетельство Она отдыхала в Ялте Была в одной церкви И там продавался вот такой крест Она в одной церкви Она взяла крест, написала Ну, говорит, я так понять не могла его Ну, когда Сейчас я пришла, я увидел И для меня все по полочкам стало И видно, что Божье расписание работает по-разному Ну, вот когда мы смотрели Еще что я увидел Что мы Сколько вот я уже как верующий смотрю Мы иногда смотрим Одними глазами Потому что когда мы приходим к Богу Мы все равно приходим со своим мировоззрением Со своим религиозным опытом Или там, мистическим опытом И когда слушаем Благую Весть Мы через призму нашего опыта Преломляем верить Соглашаться, не соглашаться И часто вот И отсюда мы часто не можем иметь Трезвый, объективный взгляд И когда даже я вот уже Будучи 19 лет священник Когда я начинаю Начал там служить и проповедовать То смотрю В основном бабушки И вот у меня жена потом спрашивает Говорит Ну, бабульки Говорит, ну что они могут сделать Для всемирной мобилизации Я говорю Ну, за внуком будут молиться За внуков будут приводить Внука Христу Но в то же время Утром Был звонок И был человек Который себя никак не проявлял Но оказался Это человек Из высшего саммита И он говорит Очень резко Говорит, вы говорили Но правду Хотелось бы встретиться И пообщаться И у нас была беседа Несколько часовая И в принципе Человек говорит Я 8 лет Уже верующий Но для себя ответов не находил И сейчас Вижу ответы И хотелось бы Глубже познать Благую вещь Поэтому Что мы увидим Что в Новосибирске Два дня мы были в поездке И за эти два дня У нас Получилось Что Были встречи Появились Наши Ребята Организовались Ячейка Получилась Горница Наша Церковь Еще одна Вошла в течение Благой Вести Вот И Появилось Несколько Божественных встреч Хотелось бы Конечно Хотел сказать Отметить Игоря Брата нашего Который Дружелюбно Принимал нас И Принял на свой дом И вот Прям приятно было Что Утром Просыпаясь Он там Такой стол Приготовил Встал Рано И приготовил Вкусную еду И Говорит Ну Вы делитесь Духовным Я делюсь Чем могу делиться И вот Такая командная Работа В общем В Новосибирске Течение Пошло Я сейчас Без очков Поэтому Не вижу Что Вы Там Пишите И И вот Теперь Сейчас Немножечко Хочу Рассказать Ученикам Смотрите Что мы Должны Научиться Ребят Всегда Конечно Наш Пример Полностью Учиться Это Иисус Христос И он Сказал Евангелизация Всего мира И есть Очень Сильная Большая Разница Между Многими Церквями Церкви Которые Направлены Религиозно Они Направлены На то Чтобы Церковь Росла Стало Больше Но Иисус Когда Начал Своё Служение Он Направлен На то Чтобы Вернулся Первоначальный Божий план А первоначальный Божий план Который Не Исполнился Когда Господь Сотворил Человек Он Сказал Плодитесь Размножайтесь И Господствуйте Над землей Но Господство Божьих Детей Не Получилось Над землей Почему Потому Что Пришло Грехопадение И Теперь Когда Во Христе Мы Опять Становимся Детьми Божьими Господь Сказал Идите Научите Все Народы Найдите Учеников И Попадаете Евангелие И Покоряете Верей Все Народы То есть Он Сказал Что Его Народ Его Дети Должны Закончить Первоначальный План Который Был Бытие 1.28 То есть Завоевать Этот Мир Господствовать В этом Мире Не должны Господствовать Чадо Дьяволы То есть Не должны Гомосексуалисты Там Не знаю Мормоны Лесбиянки Там Иудеи Там Или еще Какие-то Люди Которые Ивангелие Иванов 8.44 Живут По обычаю Мира По воле Князя Господствующего Господь Создал Землю Для того Чтобы Его Дети Царствовали На этой Земле Но из-за Грехопадения Это Не получилось Теперь Во Христе Мы имеем Опять Это Поручение Во Христе Мы имеем Это же Призвание И Что Мы должны Что Большая Часть В России Не могут Понять Многие Церкви И первое Что Церковь Начинается С учеников Вот Я приехал В Москву И Попросил Сразу Ребят Сними Кабинет Где Можно Будет Сидеть И учить Просто Людей И Ребята Сняли И мне Тут же Позвонил Я Сделал Репост Где Будет Проходить Служение И тут же Мне позвонил Пастор И говорит Ты В этом же Здании Собираешься Я говорю Я вообще не в здании Собираюсь Я в кабинете Собираюсь Я даже не знал В каком кабинете Мы в одном месте Туда-сюда И видно Он переживает Что ты переживаешь У нас Я просто учу Я семинары Я даже не Богослужение Не прославление Ничего Но вот этот страх Что ли Что люди Уйдут Или еще Какие-то вещи Они очень сильно Владеют Человеком И Хотя В принципе Я просто Ребята Говорю Найдите место Где можно Будет удобно Для всех Добраться И собираться И главное Что нужно Сделать Главное Когда Иисус Начал Совершать Своё служение Самое главное Это построить Работу С учениками Вот я смотрю Как кафедральное Слово Работает Смотрите Только я сказал Что надо Работать в команде Я вижу Как в церкви Начали образовываться Команды По три По пять Человек Чтобы проходить Вместе Духовное воспитание И И не я сказал Они сами Сорганизовались И это видно Что божественная Работа И вот важно Всегда понимать Что Бог Строит Церковь Свою На учениках И Наша Главная Задача Ребят На каждого Человека Вот я сейчас Учил ребят Учеников И говорю Вы смотрите На каждого Человека Даже Даже если Он сегодня Не похож На ученика Как на ученика Почему Потому что Я заметил Такие вещи Что некоторые Люди Допустим Даже передают Благовесть Несут крест Но они Несут сухо И как бы Как информацию То есть В точности Передать информацию И Но Но если Вы будете На каждого Человека Смотреть Как на ученика То вы Заметите Что Часто Вы на людей Смотрите С позиции Ну как бы Вашего Предвзятого Отношения Ну наверное Он Ему это Не надо Или просто Мне надо Передать Для себя Или скорее всего Он не станет Учеником Потому что Вот он Полгода Год И от него И толку Нету Но мы Не знаем Время Вот мне Допустим Благую Весть Проповедовали 15 лет И я Потом Когда спросил А почему Вот 14 лет Вы мне Каждый год Мне проповедовали И якобы Ну я же Не хотел Слушать Он говорит Если вы Слушаете У каждого Человека Есть Расписание Как у каждого Дерева Есть свое Расписание Так у каждого Человека Есть свое Расписание И вот Если вы Будете Смотреть На каждого Человека Как на Ученика То ваше Проповедование Совсем Изменится Вы будете Проповедовать Не в уши Вы будете Проповедовать Так чтобы Человек Понял А Бог Сам будет Работать Ваше Состояние Изменится Когда мы проповедуем Евангелие, иметь правильный взгляд и правильное положение сердца, тогда Господь будет действовать. Что еще часто многие люди недопонимают, особенно это в России недопонимают. Когда человек ушел от Бога в 6 состояния, человек стал идолопоклонник. Идолопоклонство, одно из направлений заключается, что человек, идолопоклонник, он ищет лидера, сильную личность, за которым будут следовать. Поэтому у нас очень сильно в России видно такое, идолопоклонство было, ну сейчас оно стало трястись, идолопоклонство, если не Путин, то кто? Хотя, допустим, в том же самом Израиле, еще где-то за границей, то будут демократические и развитые страны, они в принципе большое ударение на президента вообще не ставят. Почему? Потому что сегодня эпоха форумов, когда люди встречаются и могут услышать знания и с разных сторон обсудить эти знания и выявить лучшие ответы, то в принципе уже роль личности так таковой начинается теряться. То есть, иными словами, если пастор сказал слово, и если мы тут же начинаем обсуждать это слово, в каких вариантах ее можно использовать, в благую вещь, как она действует в семье, в работе, и в этом обсуждении участвует большое количество людей, то слово раскрывается намного глубже, шире и неоднобоко. И отсюда идет развитие всех людей. И самое главное, что сегодня в церквях не делается, идет проповедь, люди послушали и разошлись. И то есть, они услышали только одну грань. И ту грань, именно которую преломил именно пастор. Например, он преломил грань с позиции детей. И все говорят, ну ушли и говорят, вот слово было для детей, допустим, или слово было для женщин, или слово было для бизнесменов. Хотя, слово Божие, это Христос, он много... краеугольный камень, он со всех сторон. И если верующие будут собираться и обсуждать слово с разных сторон, как это применяется во всех сферах этой жизни, то оно обогащает и раскрывает потенциал того послания, кафедрального послания, которое дается для всей церкви. И из этого очень важно, ребята, кто сейчас находится там в Израиле, во всех, где у нас есть уже вычейки, и кто нас слушает. И особенно наша поместная церковь. Я хочу, чтобы вы во время моего отсутствия, особенно те люди, которые собрались уже по группам, имели час просто диалога, общения для того, чтобы проводить форум. Как вот в Диане написано, они пребывали в учении, в общении и преломлении хлеба. То есть прослушать слово, систематизировать это слово, с разных сторон его преломить, пообщаться, как это работает в жизни каждого человека, и в чем находится жизнь каждого человека, и покушать вместе. И вот через это раскрывается потенциал кафедрального послания, и вы видите, что слово на самом деле открывает глаза у вас на многие вещи. И такая церковь обязательно, она будет открыта. Почему? Потому что главное не только просто услышать слово, но главное, как говорится, после служения его обсудить. И очень важно правильно уметь доносить. Вот я сейчас опять пришел с утра, у меня ребята пишут крест, общаются. Я вижу, что очень многие, кто пишут крест, они уже его знают. Но, например, когда пишут, они на доске или на листочке, у них буквы играют. Там, сотворение мира в одном, три коренных проблемы. И все это начинает прыгать, скакать, и ты видишь, что в разуме не систематизировано. Поэтому очень важно, когда ты даже знаешь материал, но не можешь четко наложить на бумагу и четко по пунктам раскрыть, то теряется глубина послания и рассеивается вообще суть послания. И для этого сейчас я хочу сказать, что, ребят, в субботу прямо приходите, там много кабинетов есть, берите, особенно те группы, берите и рассказывайте, ну, раскрывайте крест, раскрывайте 10 писем, то есть систематизируйте послания, чтобы вырабатываете. Потому что, если это вы научитесь делать внутри церкви, между собой, то вы легко, когда это внутри вас уклонится, то дальше Бог будет использовать вас вне церкви. И эта тренировка очень важна. Итак, смотрите, в субботу, завтра, и те группы, которые есть, старайтесь чаще просто между собой проповедовать те базовые знания, которые вам даны. Второе, когда вы приходите на богослужение, старайтесь около часа всегда провести форум и рассмотреть глубже. То есть все демократические развитые страны, они рассматривают разные варианты, с разных сторон преломляют те или иные идеи. И вот в этом есть сила. Почему? Потому что Библия говорит, что Христос, Он краеугольный камень. Если вы этого не будете, у вас не расширится кругозор, у вас не откроются глаза, вы не будете исполняться силой. И, соответственно, вы не сможете действовать на местах действия. И не будет практического развития. И, вот как я говорил, 10 тысяч часов, вы не станете специалистами экстракласса. Ну, в принципе, все, что я сейчас пока в массе хотел вам сказать, я сказал. Пишите вопросы в мессенджере, в контактах, в фейсбуке. Смотрите нас на ютубе. Еще раз говорю, ставьте лайки, подписывайтесь на наши трансляции в ютубе. Делайте комментарии. Буду с удовольствием прочитаю все ваши сообщения. Те, кто сейчас писал, я еще раз говорю, что я был без очков, я не вижу, что вы писали. Я пересмотрю обязательно видео, посмотрю, что вы делали, что вы спрашивали. Буду задавать в следующий раз ответ. Всего вам доброго, благословения, до свидания. Продолжение следует...